Всем привет! Меня зовут Лена, я наставница по информатике, и я сдавала ЕГЭ в 21 году. Ложь, звездеж, провокация — это неправда. Информатика — это место и предмет для всех, так что сдавать его может кто угодно, и если тебе это нравится, то почему нет, если да? К ЕГЭ по информатике я начала готовиться после 10 класса. Летом я пыталась учить Python сама, как-то смотреть задания потихоньку, но основная подготовка началась с сентября месяца. Как раз-таки в тот период, когда я пыталась готовиться сама летом, я поняла, что очень сложно составить самой для себя расписание, которого ты будешь постоянно придерживаться, и плюс еще самому сложновато найти материалы, которыми ты пользуешься во время подготовки. В моем случае было так, что в школе информатики практически не было. Получилось так, что я всю жизнь училась в гуманитарных школах, и, естественно, информатики там не было от слова совсем. Поэтому в онлайн-школе она, по крайней мере, есть. И еще какая! Наверное, я бы сказала, что в отличие от других предметов, если в плане именно написания, там от тебя не требуется расписывание всего своего решения. То есть по итогу от тебя видят только ответ. Все решение остается, скажем так, за кадром. Ой, это было очень тепло и комфортно. Я помню свою КП в информатике, как мы периодически обменивались рецептами с девочками из команды. Вот, и обсуждали разные вещи вместе. И как моя наставница нам устраивала всякие активности. В общем, это было очень классно, уютно и весело. Когда я думала, в какую школу пойти, я, естественно, смотрела много разных видеоуроков открытых. И у Каспельского, наверное, они были наиболее простым и понятным языком. Вся информация подавалась открыто, с юмором. И вот это, наверное, меня больше всего привлекло. Я бы сказала, что да, потому что в целом любая подготовка к экзаменам, будь это ЕГЭ, будь это экзамены в университете, они в основном строятся на том, что в течение полугодия, в течение семестра ты учишься учиться. И это, наверное, главный навык, который тебе пригодится. Плюс еще в информатике очень много программирования. И так или иначе оно играет роль в ВУЗе. На какое бы техническое направление ты ни пошел. В моем случае это стопроцентно что-то связанное с IT. Пока что я не уверена, что конкретно. Но я надеюсь за оставшиеся два с копейками года найти себя. Наставник — это тот самый человечек, к которому ты всегда можешь прийти, обратиться с любым вопросом. Неважно, будь это вопросы по заданиям, будь это вредная учительница, которая поставила двойку, при том, что ты ничего плохого не сделал. Или это, возможно, какие-либо проблемы, которые тебя волнуют просто как человека. Наставник — это человек, который поможет и поддержит, что бы ни произошло. К своим котятам я стараюсь относиться именно так. Наверное, первый совет — не затягивать с этим и постараться начать, ну, не как можно раньше, не в девятом классе, но, грубо говоря, в одиннадцатом классе с начала года это будет самый оптимальный вариант. Это во-первых. Во-вторых, стараться делать постоянно. Сделать это частью своей жизни, частью какой-то рутины, так, чтобы тебя это не сильно напрягало. И третье, самое важное, как мне кажется, учиться в кайф, потому что из-под палки ничего хорошо не получается. А как только ты понимаешь, что тебе в этом хорошо, тебе это интересно, это нравится, тогда все пойдет как по маслу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И ссылочка на полезные материалы в описании.